Девушки отдыхают Я просто чувствую, что то, о чем мы будем говорить, является продолжением темы о взаимоотношениях, которые мы с вами начали в прошлое воскресенье. Даже не то, что начали, а продолжали говорить о взаимоотношениях. И сегодня мы с вами пойдем еще дальше. И прежде всего я хочу открыть вместе с вами третью книгу «Царств» в 19 главу. Я очень люблю на примере пророка Ильи рассматривать разные духовные истины, потому что просто пророк Илья – настоящее наглядное пособие разных духовных истин. Открываем с вами 19 главу. И прежде всего, конечно, я вам напомню, что до этого в 18 главе говорится о том, что большинство христиане, наверное, считают, полагают, как великое действие Божье, потому что во многом описанное в 18 главе является целью огромного числа служений христианских. Когда люди отступают от Бога, не веруют в Господа, не забывают о Нем. И пророк целое там духовное сражение выдержал, когда он проповедовал. И пророки языческие, пророки Ваала противились. В конце концов, Бог явил свою силу, когда сошел огонь не на жертвы языческих пророков, а на жертву Ильи. И там целая большая история. Люди были так впечатлены действием Божьим, каким-то вот таким сверхъестественным Божьим. То же самое, как сегодня происходит, что тут же они как бы упали на колени, закричали «Господь есть Бог! Господь есть Бог!». Ну, произошло, так сказать, массовое возвращение людей к Господу. И, казалось бы, вот по сути, на этом вообще история про Илью лучше бы вообще закончилась, как бы вот на такой радостной ноте. Если бы, наверное, книгу о пророке Илье писал какой-нибудь там голливудский режиссер, обычно они кончают хэппи-эндом. На этом месте там в огне зарево стоит пророк Илья, там люди, Господь есть Бог. И все. The end, конец. Больше не о чем говорить. Но Священное Писание, оно показывает, что на самом деле вот на этих историях не то, что все заканчивается, наоборот, все только начинается. И вот мы в 19 главе с вами читаем. И первый стих. «И пересказал Ахав, это тот царь, в правлении которого находился Израиль во времена Ильи, пересказал Ахав своей жене, Язавеле, все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала, ну этих языческих пророков, и послала Изавель посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с Твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевелевым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и уснул под можжевелевым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул ли я, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. И поел, и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вот здесь мы с вами читаем о состоянии, которое раньше на Руси называлось уныние. Состояние уныния, подавленности. Причем это не просто было такое, знаете, как обычное состояние уныния. В христианстве состояние уныния считалось одним из семи смертных грехов. Почему именно грехов, я немножко поясню позже. Сегодня, конечно, когда мы говорим о подобном состоянии, мы видим это в Библии, не только у Ильи. Мы видим, подобное состояние было у пророка Ионы, когда Бог изменил, благодаря покаянию Неневии, свой суд для того города. И Иона, который предрекал гибель, помните, он точно так же впал в это состояние уныния и точно так же молился Господу. «Господи, зачем мне жить, мне лучше умереть». Подобное состояние было у Моисея, когда после тоже очередных проблем с израильским народом, с отношением Бога к Израилю, с отношением Израиля к Богу, Моисей тоже молился Господь, жить больше не хочу. То есть вот такое состояние, которое, как я говорил раньше, называлось уныние, но сейчас чаще всего, когда говорят об этом, это называют депрессией. Депрессия от латинского слова «деприма» означает «подавлять», «давить». То есть депрессия – некое состояние, которое давит на тебя. Причем оно давит на тебя как бы троично, такое троичное давление. Это давление на твои эмоции, когда у тебя в основном все эмоции такие подавленные, негативные. То есть ты в грусти, в печали, в тоске, в слезливости находишься. Во-вторых, это давит на твой разум, то есть твои мысли точно так же негативные. Ты мыслишь пессимистически, ты не видишь будущего, не видишь смысла в жизни, не видишь смысла в своем существовании. Поэтому не случайно говорят, что это очень опасно, потому что легко совершить суицид. Поэтому вот это вот мышление негативное, что все плохо, и будущего нет, перспективы нет, все в черных тонах. И третье, на что это давит на твое тело. То есть ты становишься вялым, то есть таким, ничего не хочется делать, не хочется из постели вставать утром. Поэтому вот это состояние, оно характеризуется либо сонливостью, когда люди спят, там обычно ночь у них бывает бессонница, за днем там спят, 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 вот, либо наоборот бессонница совершенно, то есть человек вот в таком состоянии вроде ничего делать не может и одновременно спать не может. Часто, чаще всего это потеря аппетита, когда человек вообще ничего есть не хочет, там ему там крошка в рот не лезет. Апатия, отсутствие каких-то сил, жизненного тонуса, постоянная такая грусть, не можешь ни на чем сконцентрировать свое внимание. Ничего тебя так уже не интересует, ничего не берет тебя за душу. Вот, и проблема в том, что это настолько распространенное явление, ну не только Моисей Иона и Илья страдали от такого состояния, вы понимаете. То есть сегодня по современной статистике Всемирной Организации Здравоохранения после 40 лет, вот кто здесь уже за 40, есть такие счастливчики, поднимите, вот, вот, среди тех, кто 40, 10% находится в депрессии. То есть вот поднимите руки, кто за 40, да, вот, посмотри, вот кто-то из, вот, посчитай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10% в депрессии сидит, вот, обязательно, вот. Причем подавляющее число из этого, как вы думаете, кто, мужчины или женщины? Ну, даже не нужно обращаться к Всемирной Организации Здравоохранения, чтобы понять, что, конечно, это женщины. Вот, две трети женщины. Вот, ну, что интересно, ты скажешь, а люди старше 60 лет, здесь есть кто-то старше 60 лет, мудрецы у нас есть, да, число депрессии в три раза больше среди вас, понимаете? Вот, ну, но не только в каком-то таком возрасте после 40, после 60, около 5% подростков, то есть 14, 16, даже уже 12 лет, люди около 5% точно так же находятся в депрессии, да? И депрессии бывают разные. Есть, конечно, депрессии, связанные с проблемами в организме человека, то есть когда какие-то там нарушения в состоянии тела, в химическом балансе организма. И тут, конечно, как пастор скажу, необходима медицинская помощь. Как сын врачей скажу, необходима медицинская помощь. Вот, и мы сегодня не будем говорить об этом, потому что это чисто медицинское направление. Мы поговорим о другом виде депрессии, которая называется, знаете, как депрессия, возникшая как реакция на какое-то событие. Событие, что-то произошло у тебя в жизни, и ты как бы не справился с этим, ты не смог ничего сделать. И вот все примеры из Священного Писания, вот этих так называемых реактивных депрессий, как реакция на события, они вот именно вот такие, ситуативные депрессии. То есть что-то возникло, ты жил, были сложности, ты их преодолевал, радости, потом опять трудности, ты их преодолевал. То есть это нормально, когда мы можем радоваться, можем печалиться, но невозможно все время вот такое быть, да? Естественно, есть печальные состояния, есть трудности, да? Но вдруг что-то такое у тебя в жизни происходит, и тебя словно вышибают из колеи. У тебя уже нет вот состояния там радость, печаль, счастье, грусть. У тебя все время грусть, печаль, тоска, уныние, хандра. И идет время, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем даже происходит такое. А ты словно из этого состояния выйти совершенно не можешь. И вот вы знаете, почему я говорю, что то, о чем мы с вами говорим, является продолжением темы прошлого воскресенья, когда мы с вами разбирали мудрость во взаимоотношениях. Все дело в том, что вот когда человек впадает в такое состояние, я вот специально дома сидел, перечитывал вот все вот эти примеры библейские, произошедшие с людьми, впадшими в депрессию. И вы знаете, вот очень ясно видно, что интересно, современные психологи, они точно так же говорят об этом, но в Библии об этом написано давным-давно уже. Суть депрессивного состояния, вот именно, которая возникает как реакция на какую-то проблему, трагедию, беду, суть всегда одна и та же. И знаете какая? Мир не оправдал твоих ожиданий. То есть ты что-то ждешь. Почему не говорят, что часто в депрессию впадают максималисты, вот подростки, да, или перфекционисты, вот ты что-то, и у тебя часто ожидания завышенные какие-то. А мир этих ожиданий не оправдал. И происходит некий кризис, а вот всегда, когда происходит кризис, вот не случайно, помните, мы с вами давно как-то разбирали, да, вот сам, даже в китайском языке, иероглиф, кризис, он как бы состоит из двух частей. И одна из частей – это возможность. Это не только там плохо, беда, трудно, но и возможность. В принципе, почему Бог допускает до нас кризисы? Да потому что очень часто это единственный способ как-то нас в жизни потрясти. А нас иногда необходимо потрясти. Но не все люди правильно могут воспринимать кризисы в жизни. И для тебя, для одного, кризис может быть некой стартовой площадкой для нового роста, для нового движения и в жизни, и в служении. А для другого, наоборот, это как будто последняя соломинка, бах, у тебя что-то вот в твоем внутреннем хребте ломается, и тебе жить совершенно не хочется. Тебе не хочется просыпаться, тебе не хочется ничего делать, тебе не хочется ничем заниматься, тебе не хочется ни читать, тебе ничего не хочется, да? И вот ты оказываешься в таком состоянии. Потому что ты что-то ожидал. Что ожидал Иона? Он ожидал, что вот, он будет говорить, и потом придет суд на неделю. А этого не произошло, он впал в депрессию. У Моисея были свои ожидания, что должно было происходить в истории Израиля. А все пошло не так, как он думал. Он впал в депрессию, и жизнь ему стала не мила. И точно так же пророк Илья, он нечто ожидал. Но вот после вот этой 18 главы, этого великого обращения к Господу, он что-то такого ожидал. Просыпается, получает письмо от Изавелия, опять проблема. Он-то думает, вот все, теперь огонь пал с неба, все как-то, заживем по-другому. А нет, а на утро новые проблемы, конференция закончилась. А проблемы-то никуда не исчезли. Конференция закончилась, а тебя далеко не стали все любить. Ты ожидал одного после вот этой великой 18 главы. А произошло совершенно другое. И вот точно так же и люди сегодня. Почему люди впадают в депрессию? Вот какая-то очередная проблема. Вот ты ожидал там повышения зарплаты, а его не произошло. А начальник тебя не повысил. А бывает даже еще и понизил зарплату. Потому что как так? Или когда кого-то увольняют. То есть ты этого вообще, ты ожидаешь совершенно другого. У тебя другие совершенно, другие совершенно ожидания. Развод. Часто такое потрясение. Никто не ожидал. Да не то, что бывает развод. Часто, когда кто-то из супругов умирает, вторая половинка впадает в депрессию. Почему? Ну как он мог меня оставить? Какое право он имел меня бросить и уйти? Я такого не ожидал. Я такого не ожидала. Или там кто-то ожидает принца на белом коне и все? Не приехал никто? Потому что ты была убеждена, что так должно быть в твоей жизни. Должно быть в твоей жизни. И что-то пошло не по твоему сценарию. Вот мы рисуем все сценарии в наших головах. Вот причина. Не по сценарию. Вот не так, как ты запланировала. А вот по-другому. А по-другому тебе жить не хочется. Либо вот по моему сценарию, либо не по моему. Либо я жить вообще не хочу. Человек вот впадает в депрессию. Впадает в это ужасное состояние. И вот вы знаете, вот этот миф, который как-то лежит у нас в подсознании, что мое счастье зависит от других людей. Или мое счастье зависит от каких-то удачных ситуаций. А тут пошло вот не так. Вот люди, наоборот, тебя разочаровали. И у тебя такое ощущение, что мир тебе как бы задолжал. Все тебе задолжали. Все вот не так. Ты вот такой молодец. Так вот на горе, как прям призвал имя Господа. Такая слава пришла. А люди с тобой, вот как они с тобой поступили? Они с тобой поступили плохо. Ты ожидал благодарности, ты ожидал чего-то. Вот то, о чем мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Когда мы ожидаем, когда мы делаем для людей, а возвратка намного меньше. Или вообще никакой нет. И ты так думаешь, как так? Я вот со всей душой, я вот так всех люблю. А мне вот так вот. Ну так все теперь. И некоторые разочаровываются, а некоторые, как вот мы сегодня говорим, они впадают в депрессию. И мы видим в Библии, что впадали в депрессию не какие-то там, знаете, грешники, а Каяны, а одни из библейских известнейших героев впадали в депрессию. И вот вы знаете, когда это происходит, то человек, вот что получается, когда он впадает в депрессию? А ты, как бы, знаете, словно впадаешь вот в детское такое состояние, в инфантильное состояние. В инфантильное. Это вот, когда вот хочется вот лежать, вот, и ничего не делать, вот так вот ножки под себя подогнуть, вот так вот, вот этот, ну вот как вот он под можжевелевым кустиком лег, да? Устроиться так вот, да? Вот, и в действительности, хотя часто люди сами себе в этом признаться не могут, в этом есть, конечно же, игра. Человек не может это осознать, а на самом деле он играет. Он это делает не просто так, а для кого-то, вот, для какого-то старшего. Знаете, как вот ребенок. Вот, ну, у нас с супругой много возможностей наблюдать за детьми. Вот когда происходит не по его ожиданию. Вот он ожидал, что, сынок мой, ожидал, что папа приезжает с работы, и ему выдает просто коробки конфет сразу. Вот он приходит, папа конфеты принес, вот он так вот, вот. Папа конфеты не принес. Он на меня смотрит и говорит, папа, ты не принес мне конфеты, тебя весь день ждал. Думал, ты приедешь, конфеты привезешь. Я тебя весь день ждал, ты не принес конфеты. Ну все, папа. И вы знаете, что он делает, да? Вот он, 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 ну, вот сейчас он так берет часто, вот может уйти куда-нибудь там. Вот дети бывают, уходь куда-нибудь в темную спальню лучше. Ну, чтобы папа понял, как страшно. И вот лечь в темной спальне, на кроватку, закрыться одеялом и лежать. При этом никто ко мне не подходите. Без конфет. Никто не подходит. Забудьте обо мне. На самом деле, тут другое. Помните, знаете, я сейчас лежу, и мне плохо. И пускай вам, особенно вот тому, кто приперся бить конфет, будет стыдно. Вот стыдно. Вот он видит, как страдает его дитя, как ему плохо, как просто умереть готово даже. А зачем она жизнь-то нужна без сладкого? Вы понимаете же, да? Вот. И вот лежит такой, и вот это все. Причем, вы знаете, вот и сам-то ребенок, вот ты скажи, милый мой, но ты же тут играешь. Он это понять не может. Потому что для него это реальная трагедия. Реальная трагедия. Он ожидал, что папа его любит. Оказалось, что на самом деле все его терпеть не могут и плевать всем на него, да? И вот эта искаженная картина. Потому что не принес конфет, значит, все, ты меня ненавидишь. Не привез конфет, зачем тогда вообще жить? Вот. Все зависит от какой-то ситуации, что вот это счастье мое в конфетах. А эти конфеты могут быть любыми. Как я говорил, либо принца на белом коне, да, он прискачет. Да ты даже не думаешь, как тебе с этим принцем, с этим коня кормить, принца кормить. Понимаешь, его все эти броню драйать, чистить после каждого сражения, кровь оттирать. Живешь ты нормально и живи себе спокойненько без этого войска. Но тебе кажется, все ужасно. Я не могу жить без этой конфеты. Вот так вот, вот так вот. И все. И как бы ты ожидаешь, у тебя ожидания вот эти от жизни. А жизнь тебе пахнет, и все по-другому происходит. Вот. И ты как ребенок, не осознаешь, начинаешь вот как вот Илья пошел. Это же детское поведение. Вот подогнуть ножки, лечь как зайка под кустиком, лежать вот так вот, вот так вот глазки закрыть. И думаю, ну все. Вот все. И вот прямо тут дальше по сценарию, в принципе, насколько все одинаково и похоже, да. И вот начать довольна уже, Господи. Возьми душу мою, ибо я не лучший отцов моих. Все плохо. И я плохой. И тут же заниженная самооценка. И я такой ужасный. И все. И жить мне не надо. Уже хватит, уже нажился. Я уже тут все уже в жизни понял. Радости тут нет. Возьми, возьми мою душу. И вот это вот инфантильное состояние, как некая демонстрация всем окружающим, всему миру. Смотрите, как же мне плохо. Как же, как же мне плохо. Особенно, когда, если ты в детстве еще так любил убегать там, лежать там на кроватке, и там к тебе приходили, вокруг тебя прыгали, то у тебя вообще это уже закрепилось в подсознании. Надо всем, надо всем демонстрировать, да. И тут возникает такая вещь, вы знаете, парадоксальная. Казалось бы, это же ужасное состояние. И человек же реально от этого мучается. Но что интересно, вот в этом мучении, поэтому не случайно называют депрессию душевным мазохизмом, есть некая сладость. Некая сладость. Потому что вот ты получаешь наслаждение от депрессии. Ты просто кайфуешь от своей депрессии. Причем ты опять-таки сам можешь этого даже не понимать. Потому что, ну, вот сами представьте, если ты уже сейчас готов умереть, да, то ты можешь поэтому себе много позволить. почему люди впадают в депрессию? Они могут не мыться, волосы не причесывать. Есть все подряд. Вот я следил за фигурой, там все говорили, какая Мария Иванова строга. А теперь все, я умирать, умирать готова. А что мне сейчас жить? Я могу сейчас взять и нажраться чипсов. И ты сидишь, и вот эти чипсы, и вот эти чипсы, вот эти, ну, то, что называется приправа. Вот, вот эти все. И ты сидишь в этих чипсах, там, вот весь в этих чипсах, а думаешь, а что я буду жреть, все равно жить не хочу. Буду так вот себя вести. Ну, или некоторые там напиваются. Почему люди часто впадают в себя? Они напиваются, да. Все. Был христианином, не пил. Полгода. А теперь все жить не надо, все, умирать захочу, все уже, все, все меня разочаровали, все, все вот, как, вот это, вот это, вы знаете, перед родителями, перед кем-то вот, перед мужем, там, вот бывает, жены, вот артистки такие, вот, перед, перед родителями, там, даже вот, ну, или я перед Богом, вот Господь, вот служил я тебе на горе, стоял, а что ты мне, как защищаешь-то мне ужасно, я для тебя всю душу, ты ничего для меня не делаешь, вот теперь смотри, как я мучаюсь и жить уже не хочу, вот, и вот, и ты можешь много себе позволить, там, спать где придется, есть что придется, вот, несколько лет не курил, а сейчас думаешь, а что, поеду и, накупил сигареты разных, куришь, вот там, в виду, такой, брат, да ты что, ты что-то куришь, да, все, мне жить не хочется, какая мне сейчас разница, вот, не думаю о своем здоровье, вот, можешь вести себя так, знаешь, послать всех подальше, просто, вот, просто послал всех, несколько лет не матерился, а тут послал всех подальше, вот, а все, что, я сейчас умирать буду, какая мне разница, пошли вы все, еще есть, конечно, наслаждение, но это только если, при условии, что у тебя семья хорошая, потому что, ну, тоже не у всех есть, но если семья хорошая, то, естественно, вокруг депрессивного, все начинают носиться, ну, и тоже приятно, тебе, конечно, это не нужно, ты умирать собрался, но, ни одному же тебе страдать, пускай они побегают, и ты лежишь, как может тебе это, водички, можешь тебе сок купить, можешь тебе печенюшки, какие печенюшки, я умирать хочу, печенюшки, хотя приятно, что вы хоть сейчас обо мне задумались, и ты лежишь, и ты кайфуешь, от этого повышенного внимания, понятно, почему женщины в основном страдают депрессией, понятно, да, кто у нас артист, вот, и ты находишься в этом состоянии, и у меня некоторые сейчас в интернете, пасторы, там, и христиане обвиняют, говорят, Виктор, ты во всех проповедях что-то сильно женщин защищаешь, вот, я пытался им, вот, как-то, у меня три дочери, там, жена, вот, тоже женщина, как-то я проникся в их, вот, вот, в этой проповеди я не буду женщин защищать, и вы знаете, что интересно, и депрессия, она, она может даже приносить такое ощущение, что, вот, а я ведь существую, потому что, когда ты бегаешь, у тебя дела, ты убывает, сам себя потеряешь, где там ты, там, дела, дела, работа, заботы всевозможные, семья, а тут все, никого, и ты наконец-то вдруг ощутил, на выезде тишины с пастором не поехал, он наконец-то здесь ощутил, что ты существуешь, лежишь, тебе он плохо, больно, можешь не работать, особенно, трудоголиком хорошо, на полном основании ничего делать не хочу, чего, теперь могу не работать, то есть, есть, есть вот, некие, некие сладости, вот, в этом состоянии, вот, ужасно, больно, ну, как вот, мазохизм, да, от боли наслаждения, все так же здесь, душевная боль, а внутри-то ведь хорошо, и когда мы говорим, хорошо, пастор, понятно, а что ж теперь делать-то, что ж теперь делать-то, и чтобы выйти из этого ужасного состояния, депрессии, необходимо, как бы, работать в двух направлениях, первый-то внутренний, второй-то внешний, и когда мы говорим о внутреннем, то, вот то, что я проповедовал в прошлое воскресенье, вот, важно осознать, никто, ничего, тебе не должен, как, как, я ведь столько всего делаю для людей, нет, ты делаешь для Бога, и для себя, вот, когда у тебя будет вот это осознание, то, что я делаю, я делаю для Господа, и для себя, ну, подожди, ты же добро делаешь, да, вот, я сделал добро для себя, какой я добрый, пока у тебя будет все время ожидание от кого-то, я вот тому сделал, тому-то, того утешил, того-то это, ты всегда будешь разочарован, а это всегда близко к депрессивному состоянию, никто тебе ничего не должен, ты должен вот эти все вещи несколько осознать, никто не должен, потому что не люди вокруг, не жизнь, а ты отвечаешь за собственное счастье, ты сам создаешь эту ситуацию, очень важно это осознать, ты сам, сам, потому что людям в депрессии кажется, что это на них накатило, вот, ничего не мог поделать, вот это, пришла депрессия, такой, ах, и все, ты лежишь, но давайте подумаем, а что, все, кто переживает смерть близкого человека, супруга или супруги, что все впадают в депрессию, все, кто теряет детей, все впадают в депрессию, все, кого увольняют, все впадают в депрессию, да сколько есть людей, которые переживали подобное состояние, как и ты, но не пали, не пали в депрессию, сколько таких людей, то есть, не нужно винить ситуации, не нужно винить неблагодарных людей, нужно понять, я впал в депрессию, потому что это я в нее впал, ты в нее впал, нет, пастор, пастор, я тебе сейчас поподробнее, да не нужно мне твои истории рассказывать, вот, ты знаешь, что у меня случилось, да хватит уже, я знаю, что у тебя плохо произошло, но обычно люди к пастору хорошо редко приходят, ко мне записываются, например, когда что-то плохо случилось всегда, что-то плохое произошло, почему церковь признавала уныние смертным грехом, грех это то, что ты делаешь, если бы ты был неизбежная жертва обстоятельств, за что тебя винить, но это твое решение, это твой шаг, мне, я помню, много лет назад, такая целая картина пришла, вы знаете, вот ситуация, когда человек находится на краю обрыва, помню, мы с Дианой много обсуждали разных ситуаций, вот на краю обрыва, вы знаете, вот всегда есть возможность сделать шаг вперед, либо назад, есть вот некая граница, когда ты ощущаешь, что все в твоих руках, если ты делаешь шаг вперед, потом уже летишь туда, и уже, я хочу обратно, уже как будто ничего от тебя не зависит, но этот шаг за край, сделал не кто иной, а именно ты, многие находятся на ситуации на краю, многие находятся в трудных и бедственных ситуациях, но сделать шаг туда, это твое решение, потому что многие делают шаг назад, мы порой сами это все заводим в нашей жизни, но никогда не берем вину на себя, не принимаем вину на себя, мы врод они, я от них ожидал, я всю душу в них вложила, они мне даже не звонят, я теперь жить не хочу, телефон брать не хочу, ничто мне не нужно, то есть вот эти все ожидания, ты ждал, ты ждал, ты хотел, ты стремился, ничего не получилось, как ты думал, ничего не произошло, все, теперь эта жизнь тебе не мила, зачем ты впал в это состояние, можешь ты отойти немножко, вот эти, как бы иногда полезно очень, и что интересно, вот это происходит часто в моменты глубинных молитв, почему-то я призываю, потому что я часто в молитвах переживаю такое состояние, словно я могу посмотреть на себя со стороны, вот на этого Виктора Судакова, на этого пастора церкви Новая жизнь города Екатеринбурга, я могу посмотреть со стороны, вот отойти и посмотреть на стороны, на него, на других людей, и когда я смотрю на него, на других людей, я вдруг замечаю, они самая плохая у этого Виктора Судакова жизнь, что я жалуюсь-то на все, хотя иногда тоже хочется так вот, знаете, вот так лечь, вот так вот, и глубоко-глубоко загрустить, потому что ты же вот, вот все прямо сердце, все сердце для людей, вот все для них, вот, и выход, именно то, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе, я это для Господа делал, у Бога там написана памятная книга, Он все знает, как говорила мать Тереза, если ты делаешь для людей лучшее, что можешь, а они остаются недовольны, продолжай делать лучшее, что можешь, потому что в конечном счете, ты поймешь, это не между тобой и ими, а между тобой и Господом, когда ты начинаешь это осознавать, это не между тобой и ими, есть много программ, надо обязательно там, посадить дерево там, вырастить сына, все, ну как вырастить сына? Не замужем, потому что есть программы, вот надо сделать то-то, 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 а все пошло не по программам, а с чего ты решила, с чего ты решила, что у тебя вот жизнь должна идти, вот по таким программам, потому что вот так принято, так кто-то считает, то есть ты пытаешься соответствовать чьим-то стандартам, а ты никогда им не сможешь соответствовать, и всегда будешь разочарованным, всегда будешь недовольный, и будешь впадать в состояние, почему я об этом говорю, ну потому что осень, состояние осенней депрессии, у нас сегодня уже снежок выпал, все мы вышли, таки все, все уже, снежок выпал, уже думаешь, ну все уже, зима сейчас, до мая, белым-бело, какая радость тут, все позади, отпуск позади, лето позади, огурцы на даче позади, все позади, все хорошее позади, впереди до мая, белым-бело, холод, радости нет, дотащился до собрания, а может не дотащился, смотришь онлайн, не хочу вообще в церковь уходить уже, месяц не хожу, в депрессии лежу, пришел один раз, все говорят, что пропал, мне что-то пожалеть, я вообще не хожу больше, онлайн смотрю, если пробовать нравится, а так раз выключил их, и послал всех, поймаешь, это ты виноват, вот это только твоя ответственность, как сказал мудрец, наш классик, хочешь быть счастливым, что, ну, будь им, хочешь быть счастливым, оно все внутри находится, царство Божие, оно находится внутри тебя, а царство Божие, это что, грусть, тоска, и мысли о небесах, когда же ты умрешь, нет, это праведность, мир, и радость Духе Святом, он думал, все плохо, все, Бог его оставил, или я, а Бог говорит, да ты чего, он ему ангелов посылает, да, ангелов, в виде кого, вот, еда приходит, у него все, Бог о нем заботится, Бог заботится, поэтому, вот, запомни, что, это не само все произошло, ты сам сделал для депрессии шаг, не мир это с тобой делает, да, по большому счету, миру все равно до нас, это наш выбор, будем ли мы радоваться, или будем мы тосковать, сколько в Библии других примеров, когда люди находились в тяжелейших условиях, и были радостными, сколько в Библии примеров, да, когда во время бури Иисус что, спокойно, мирно спал, когда другие паниковали, апостол Павел, оказавшийся в темнице, с силой, что он делал? Славил Господа, славил Господа, мне, вы знаете, часто очень что помогает, бывает кажется, как тут трудно, как вот все тяжело, как вот это вот, такой пришел тут недавно, вот, счет там за коммуналку, думаешь, ну как все, все, вот, вот, все, вот, 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 в этой ситуации, вот, как-то, потому что, вот, я еще раз говорю, депрессия, это очень эгоцентрическое состояние, это ты, бедный несчастный, вот, раздвинь чуть-чуть свои границы, вот, раздвинь, иногда помогает, вот, посмотреть пошире, вот, включи, например, фильм, список Шиндлера, вот, посмотри, или какой-нибудь документальный фильм про концлагеря фашистской Германии, или про наш ГУЛАГ, знаете, как отрезвляет, ты вдруг поймешь, что ты вообще не несчастный никакой, вот, смотришь, через что люди проходили, что люди переживали в своей жизни, там, иногда полезно, скажешь, ой, там, пастор, мне и так плохо, мне еще про концлагеря советую посмотреть, совет такой, на что ты, как бы, отрезвился, понимаешь, иногда нужно клин клином вышибать, почитаешь рассказы Варлама Шаламова, как-то знаешь, думаешь, а у меня не так все плохо, у меня нормально все, и ты вдруг поймешь, что на этой земле есть миллионы людей, которым в сотни раз хуже, чем тебе, да хватит тебе на себе центропупиться, эгоисты несчастные, хватит думать только о себе, что я такой вот, я такой вот, я такой вот, да ты посмотри, сколько людей, не надо там ходить даже в прошлое, или куда-то туда, знаешь, искать где-нибудь в Африке голодных детей, да ты посмотри, сколько несчастных людей в Екатеринбурге, которым ты можешь помочь, блажение давать, нежели брать, то есть счастливы те, кто для других живут, а не те, кто все ожидают, кто бы мне, кто бы что-то мне вот задолжал, сидишь вот в этом состоянии внутреннем, выйди, просто побери, я счастливый, я счастливый, Иисус в моем сердце, Царство Божие внутри, меня есть, Господь Иисус Христос, слава Богу, сегодня жив, не умер, не то, что Он был жив, воскресе сегодня, опять умер уже окончательно, нет, Он живой, Господь живой, ты живой, ты до сих пор остался на этой земле, значит у Него еще есть что-то для тебя, тебе не нужно думать довольна, ты не понимаешь, когда довольна, может быть у тебя есть важнейшие вещи, которые Бог предназначил тебе исполнять в этом году, в следующем году, а ты такой, мне довольна, да откуда ты знаешь, что тебе довольна, я так думаю, да ты, что ты думаешь-то, ты далеко видеть-то не можешь, Бог видит все, если Он тебя еще не забрал, значит для тебя еще не довольна, всех для кого было довольна, Бог уже забрал, а для тебя не довольна, Он создал для тебя этот день. Ты лежишь и ноешь, нытик ты несчастный. Лежишь недовольный все там. Нос боишься высунуть из-под одеяла. Тебе холодно очень, ты несчастный такой. Не любит тебя никто. Не любит тебя никто, потому что сам никого не любишь. Курпостер, это не правда я вот. Начни думать о других больше. Начни служить другим. Расширяй вот эти все свои границы. Бывает тоже такое состояние, когда приходит. Мы сознательно хотим полежать, чтобы о нас позаботились, ничего не делать. Можно же это и без депрессии сделать. Вот скажи, позаботьтесь обо мне, давайте сегодня будем деть, когда все вокруг меня прыгают. Тогда я не впаду в депрессию. Или, например, раз в месяц обжираешься чипсами сколько хочешь, например. Без депрессии, чтобы без всякой. А то, что касается внешних факторов, вы знаете, я почитал, что все врачи, специалисты советуют три вещи, которые необходимо сделать тем, кто в депрессии. И что интересно, все эти три вещи сделал пророк Илья. Знаете, что врачи советуют? Они советуют придерживаться здорового образа жизни. То есть здоровый сон, полноценное регулярное питание, физическая активность. Вот смотрите, Бог дает Илье сон, чтобы он нормально высыпался. Дает? Дает. Регулярное питание. Лепешки печеные, кувшин воды, потом опять регулярное питание, еще лепешки, еще... Покормил его? Покормил. И потом физическая активность. Давай, говорит Илья, сейчас сорок дней бежать будем. Ой, сорок дней. Сорок дней, да? Сорок дней, сорок ночей. До Харива прям побежишь. Врачи говорят, тут начинает работать химия тела, всякие эндорфины у тебя начинают работать. Знаешь, вы же так как лежишь, такой под можвелевым кустом, подушку ткнулся, конечно же, какие там эндорфины у тебя? Санины одни какие-то, печелины, депрессины в голове, да? А тут ты встал. То есть, начинай это делать. Нормально, начинайте ложиться. Скажешь, паспорт, какие-то недуховные советы? Вот Бог это дал ему. Он же не говорит, а теперь, Илья, ну-ка помолись-ка подольше с постом. Да вообще, он умер бы сейчас, молился бы с постом, и умер бы Илья. Ему надо как раз что-то такое, что же... А жизнь-то продолжается, а жизнь-то продолжается, а жизнь-то продолжается. Умирать собрался он. Ну да, ну давай перед смертью покушай. Ну, чтобы не на голодный желудок. Даже перед казнью дают еду, да? Да? Покушай, чтобы как-то это... Он такой, ну ладно, всю ночь сейчас поем, да и умру. Поел такой. Ну так, нормально. Ну ты поспи сейчас еще чуть-чуть, восемь часов нормально. Чтоб лег нормально, вот. Не после двенадцати, а до. Начинайте. Знаете, я стал замечать, когда я засыпаю всегда до двенадцати часов, утром рано просыпаюсь, рано и в такой бодрый, свежий, готов молиться, все. Вот возьмите вот эти простые вещи, нормально спи. Ой, пастор, у меня такие дела, да дела. Да депрессия себя уже довела со своими делами. Да какие дела-то у тебя? Прямо без тебя мир не будет двигаться, Екатеринбург встанет. Ты перестань. Нормально ложись, нормально выспись, нормально покушай. Скажешь, я уже покушал, еще покушай потом. Еще поешь. Понимаете, да? И физическая активность, физическая активность. Знаешь, когда физическая активность есть, вот. 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 Валера Своричевский есть, нет? Валер, сколько у вас детей я все время забываю? Сколько у вас детей сейчас? Пять? Потому что у вас все время меняется, я и забываю. Вот вы знаете, у Валера Своричевского на порядок меньше шансов впасть в депрессию, чем у Миши Крюкова, например. Потому что когда у тебя пять детей, извини, не до депрессии. У нас один вот сын появился, да какая тут депрессия? Тут, понимаешь, сплошные приключения. Радость и веселье. Я, бывает, позже всех ухожу из церкви, ухожу из церкви, уже никого нет, уже служители почти все ушли. Ухожу, один только смотрю, Валер Своричевский детей своих собирает еще, чтобы из церкви уйти. Вот, понимаешь, всех детей собрал, смотришь, полдня прошло. Потом всех разобрал, еще полдня. День прожил, слава Господу, с пользой. А Миша сидит в тоску, что ему делать, нечего. А не впасть ли мне в депрессию? Ну, давай впаду. А ему пару детей, какая депрессия? Поэтому Бог и сказал, полдитесь и размножайтесь, дабы не впасть в депрессию. Понимаете? Ну, конечно, я шучу, скажешь, пастор, а кроме детей есть варианты? Есть варианты. Мы недавно выезжали на природу с семьей, с супругой, с ребенком. Вот эти вот выехали на природу, пока еще снежка не было, выехали. Такая красота. Ты вот идешь, гуляешь. Потом приехал домой, так классно, так приятно. Вот просто прогуляться. Я, конечно, понимаю, уже поздно сказал, уже сейчас надо лыжи доставать. Скоро будет. Ну, тоже хорошо, возьми лыжи, да поедь на волчиху куда-нибудь, на пильную. Покатайся. Съезди. Ну, слава Богу, это дано два дня выходных, да в нашей стране. День для церкви, день для прогулок. Все, Бог предусмотрел. Вот. Поэтому возьми, отдохни, походи, то есть активно и что-то начни делать. Вот. Вы знаете, даже вот, я вот скажу, у меня бывают такие состояния, когда вот, я почему говорю, ну, все же проповедники, кто говорят, они обычно же про себя говорят, понятно же, да? У меня никто не любит, я тут все для людей, а они... Как говорил один персонаж мультфильма, фиг вам им не рисуют. Вот, и вот знаете, когда, вот, начинай делать какие-то вещи просто автоматически. Вот, 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 не хочется тебе вставать там, это, да, я и так поеду, что уже умирать, собрался, что голову мыть. А вот встань, помой голову, да? Встань там, если сестра, накрасься. Вот не хочется зарядку делать, сделай зарядку. Скажите, а какая польза умирать, что? Только тяжелее нести будет, если я поднакачаюсь. Ну, ничего. Возьми, возьми, скажешь, ну, ничего, зато красивым буду лежать, нормально такая украшенная, лежу в гробу, всем нравится. Все говорят, какая красивая была. Вот. То есть, начинай какие-то вещи делать чисто автоматически, заставляй себя, заставляй себя. И знаешь, так втянешься, и нормально. И опять-таки включается уже, вот, Бог же нам дал химию тела, понимаешь? Бог нам дал, Бог нам дал химию, Бог нам дал это тело, это организм, это его творение, не дьявол создал. Не чтобы мы на кровати целыми днями валялись. Наоборот, начинаешь двигаться, тут что-то такие пошло, какие-то реакции там, вот. Тут нормально себя чувствуешь, уже как-то хорошо уже, уже и весело, все. То есть, понимаете, вот эти вот простые вещи, но запомни, вот не жди, вот мы все ждем, что должно вот раз, депрессия навалилась. Потом пришел в церковь, раз, радость навалилась. И ты просто жертва ситуации. То депрессия навалится, то радость навалилась на тебя, да? То горе у тебя, то счастье у тебя. И ты вот прямо такой бедный, как лодочка в этом жизненном море болтает, то туда, то сюда. Запомни, Бог дал тебе, это твоя жизнь. Это твоя жизнь. И я знаю, что я довольно-таки весело рассказываю о совсем невеселых вещах. Я весело рассказываю об очень серьезных вещах, но это правда, милые мои. Если мы осознаем, что мы в это состояние попали, значит, мы должны понять, что мы можем и выйти из этого состояния. Если мы здесь оказались, значит, мы можем выйти. Главное, не сдаваться. Жизнь-то, она продолжается. Есть тяжелые вещи. У меня столько за прошлое лето всего нехорошего произошло. Я уже думаю, Господи, вот я служу, вообще умереть хочу. Я не думал, иногда не думаю, что ты окажешься там, где ты окажешься, потому что ты делаешь все другое. И вдруг откуда ни возьмись, бамах на тебя, бамах на тебя. Ты думаешь, Господи, я вообще, я делаю такое, а мне он жизнь как воздает. И бывает, вот приходит такой, уже думаешь, да, уже все бесполезно. Чего бы ни делал, все бесполезно. Она хочет себя на все рукой махнуть, и ты впадаешь вот в этот уныние, грех уныния. Ты впадаешь. И потом думаешь, подожди, 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 подожди. Так это я, оказывается, впадаю в это все состояние. Ведь это же было, я же через это прошел, да. Ну а что же сейчас-то? И когда ты начинаешь вот это все осознавать и думаешь, вау. Это же дьявол, который пытается обмануть меня. Рисует мне эти картинки в черных тонах. А я дьяволу поверю. А я ему поддался. А я пошел у него на поводу. Нет, не буду верить дьяволу. Буду верить Господу. Пастору моему буду верить, что я дитя Божье. Что Бог меня любит. Что Он создал этот день, и у Него милость для этого дня. Потому что милосердие Господа не истощилось. Она нова каждое утро. Велика верность Твоя. Когда ты начинаешь это осознавать. Я помню, мы раньше, где-то в 90-е годы, любили. У нас были такие листочки, где мы писали все, что Бог говорит о нас. Ты новое творение во Христе Иисусе. Помните, да? И часто советую. Знаешь, встаешь с утра, берешь этот листочек, где ты из Библии вычитал все про себя. И начинаешь читать, что ты имеешь победу во Христе Иисусе. Что ты новое творение во Христе Иисусе. Что все старое прошло. Теперь все новое. Ты Божье дитя. Ты имеешь дух усыновления. Он твой небесный Отец. Скажешь, Петер, я вообще утром просыпаться не хочу, читать что-то, как на утреннике детском. Так вот, сделай это просто автоматически, ради меня. Встань просто. Вот возьми листочек. Нет такого листочка. Читай Библию, выписывай себе. Есть, конечно, и в интернете, можешь накачать там эти все списки исповедания веры. Можешь, что более ценно, сам составить. Вот читаешь Библию и выписывай, кто ты есть верующий. А потом, когда трудно, тяжело, даже не только в эти дни, а в любые дни. Вот встаешь с утра, вот читай, не хочется. Кажешь, я вообще в это уже не верю. Все равно читай. Вера, отслышание. Читай вслух. Читаешь, когда про себя. Я на утреннию Христа Иисуса все древнее прошло. Я оправдан его кровью. Я искупленную жертву. Я Божье дитя. Я благословенный. Я такой его воин. Ну-ка, жена, давай меч. И уже, знаешь, пошло. Вот вдохновляя себя, верю, назидая себя. Назидая себя. Скажешь, пастор, это же такая работа. Да, это работа. Намного проще вот так калачиком под можжевеливым кустиком. Вот не трогайте меня. Просто смотрите, какой несчастный тут. Вот это просто. Это просто. Но намного... Но ни к чему хорошему это не приводит. Потому что даже, вы знаете, когда люди выходят из депрессии, у них есть остатки после этих депрессий. У некоторых бессонница до конца дней остается. То есть вроде депрессия прошла, вот эта бессонница, там, нарушение со сном, какие-то проблемы с пищеварением. Вот депрессия. От депрессии человек вылечился, а последствия бывают в теле, остаются вот эти нездоровья. Нам не нужно это. И видишь, приходит хандра. Видишь, тоска идет. Видишь, уныние на тебя нападает. Депрессия там. Противостой твердой веры. Внутренней и внешней. И Бог да благословит тебя. Аминь. Давайте сейчас закроем глаза. И склоним головы. Я хочу, чтобы вы осознали. Я все это говорил, потому что я очень люблю тебя. Я очень хочу помочь тебе. Но я могу лишь помочь. Пока ты сам не начнешь делать шаги выхода. Какая смысл в помощи, когда сам человек пассивен? Помогать, это когда один делает, а второй ему помогает. Когда человек ничего не делает. В чем помочь? Ни в чем. Есть вещи, которые за тебя ни пастор, ни Господь, никто не сделает. Это твоя жизнь. Это твои шаги. Если ты в этой осенью оказался вот в этом состоянии, это ты в него зашел. Ты в него зашел. Я знаю, что там трудности были. Я знаю, сложности были. Я знаю, проблемы были. Я знаю, кто-то тебе, может, что-то наговорил. А бывает не один, а несколько человек. И у тебя что-то надломилось. Но это ты этому позволил. Потому что есть столько примеров людей, которые проходят намного более страшные испытания, а не ломаются. Когда смотришь на примеры таких людей, как Ник Вуйчич, людей, которые прошли через концлагеря и не сломились, потеряв порой всех близких, детей, все равно не сломились. И когда ты осознаешь, что ты сделал шаг в это состояние, и тебе некого винить, тогда ты осознаешь, что ты можешь сделать шаг из этого состояния. Ты. Всемогущий Господь, касайся каждого человека сейчас здесь. Я просто отдал себя тебе, Господь, чтобы ты через меня говорил к ним. Я передал то слово, которым ты наполнил мое сердце. И сейчас твое слово работает в наших душах, а особенно в сердцах тех, кто поддался этой осенью унынию. Я молю, мой Бог, косни, коснись. Не чтобы осудить этого человека, а чтобы вывести его. Ты пришел не чтобы осуждать, не чтобы обвинять, а чтобы, показав проблему, спасти, вытащить, исцелить. И сегодня, когда мы видим, Боже, в Твоем слове, эту древнюю проблему уныния, депрессии, подавленности, мы видим, как люди Божьи выходили из этого состояния, как пророк Илья вышел, как Иоанна исцелился от депрессии, как Моисей получил освобождение. И точно так же, Господь, Ты и нам помогаешь. Ты любишь нас не меньше, чем тех людей. И точно так же Ты хочешь нам помочь, нас спасти, нас вывести, исцелить. Исцелить, Господи. Кризисы в нашей жизни не для того, чтобы мы ломались и впадали в депрессию, а для того, чтобы мы, Боже, могли переосмыслить свою жизнь. Поэтому не надо винить кризисы в нашем унынии. Да, Боже, мы виноваты, мы каемся. Уныние – это грех. Это грех, который мы допустили внутрь себя. Поэтому мы каемся, Боже, и мы просим во имя Иисуса Христа исцели. Исцели. Исцели, Господь. Исцели от этих завышенных ожиданий. Исцели, Господь, от взгляда на то, что все нам должны. Исцели от этих обид, горечи, разочарования. Исцели от этого, Боже. Домхожен veya инсель, iPhones. Исцели от этих областей.